Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна Кириллова. Я всё знаю о причинах болезней, разобралась со своими и помогу вам. Мы сейчас живём в век информационных технологий. И какая бы ни была информация, мы её получаем через слова. То есть нам нужно либо прочитать, либо послушать. Но в любом случае через слово. Слово озвученное или слово написанное. Мы читаем, слушаем, смотрим и слушаем всё равно. То есть это в любом случае слово, слово и слово. Произнесённые слова меняют структуру нашей воды. А так как мы знаем, что наш организм на 85%, но это у молодых и немножко меньше воды у людей, которые уже старшего поколения, мы состоим из воды. То есть вся информация, которую мы получаем, напрямую влияет на наше здоровье. То есть наше здоровье на 85% зависит от информации. Логично? То есть чтобы нам быть здоровыми, нам нужна здоровая информация. То, что мы слышим всякие страсти, мордасти по телевизору, из каких-то там, когда сплетни, подружки друг про друга рассказывают, какие там у них ужасы и всё такое прочее. Почему говорят, не ведите таких вот разговоров, не осуждайте других? Потому что это всё идёт как негативная информация. И, как говорил профессор Преображенских, и не читайте советских газет. Вот действительно, надо читать то, что несёт нам здоровье. Стать здоровым нам поможет информация. Например, чтобы убрать какую-то причину болезни, нужно отдать соответствующую информацию. Я работаю с информацией в виде мысли форм. Это работает очень эффективно. Многие, конечно, не верят в это, но я вам предлагаю проверить. В моём арсенале есть целая система выздоровления. Но сегодня я хочу рассказать про цветы. То есть есть у меня в системе цвета, которые вот красный, жёлтый, зелёный, синий, и цветы. То есть это растения, да, о них. Сегодня про цветы. Каждый цветок в природе имеет свои лечебные свойства. Английский учёный Эдвард Бах в прошлом веке исследовал эти свойства и их систематизировал. В 38 эссенции описал 38 этих цветов. Их применяют традиционно в виде растворов этих эссенций. Пьют там достаточно долгое время, ждут результата. Когда-то результаты быстро наступают, когда-то подольше. То есть там эффективность зависит от того, насколько правильно флоротерапевт подбор сделал, насколько вы правильно рассказали ему о своём составляющих. Но я работаю с информацией, с мыслеформами. То есть я беру информацию этих цветов, их значения, их свойства, и с помощью мыслеформ запускаю процессы у тех, кто ко мне обращается, и у себя самой в том числе, сама себе регулярно такие подборы делаю, которые очень хорошо и мягко работают. Правда, некоторых лихорадит, но лихорадит тех, у кого есть внутреннее большое сопротивление. Нам кажется, что мы хотим исцелиться, хотим быть вот такими, а на самом деле где-то внутри по каким-то причинам мы боимся этих перемен. Позавчера я разместила пост с опросом, какие бы состояния вы хотели проработать. Но Инстаграм, правда, особо там никаких комментариев не оставил. Но я веду в WhatsApp свой чат, называется «Цветы и цвета». И там регулярно даю какие-то бесплатные подборы, которые мы прорабатываем, обмениваемся своими впечатлениями и опытом, в том числе по активизации ауры через цвета, по линии жизни души. Если есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь в шапке профиля и под этим видео номер моего телефона, по которому вы можете прислать запросы, я пришлю вам приглашение для вступления в эту группу. Это абсолютно бесплатно. Там я даю все анонсы и темы, которые планируется прорабатывать. Вот сейчас мы работаем в группе по активизации ауры с аутоиммунными заболеваниями, артриты, артрозы, диабет, псориаз, ну, кого что, да, вплоть до красной волчанки. Потом расскажу обязательно и выложу отзывы участников. Те, кто разрешит разместить свои фотографии, обязательно их размещу, чтобы вы могли сравнить, какой был человек до и какой после. В итоге, какие темы я предложила проработать с помощью цветов? Это была осенняя хандра. Вторая тема – «Постоянно хочу спать». Третья – «Постоянно хочу есть». Четвертая – «Все раздражает». «Не нравлюсь себе». «Ничего не хочу». И предложила свой вариант. Наибольшее количество голосов набрали второй, третий, пятый пункты. Это «Постоянно хочу спать», «Постоянно хочу есть». «Не нравлюсь себе». И очень много писали о страхах. У всех страхи разные. Связаны с деньгами, связаны со здоровьем, связаны там с работой, что-то не выполнить. То есть какими-то неуверенностями в себе. Вот этот страх внутренний, который вызывает страшное напряжение и мешает нам жить. Эти страхи, понятно, что они нужны. Страх там, есть масса положительного в этих страхах, развивает нас ещё что-то. Но когда этот страх становится каким-то подавляющим уже состоянием, не нужен он нам, правильно? Нам нужен здоровый страх, который нас ограничивает от каких-то ненужных действий. Например, вам грозит опасность, там вот сейчас перед вами какая-то обрыв, ещё что-то. Конечно, именно страх заставляет вовремя остановиться, примерить, насколько вы сможете преодолеть этот рубеж или не сможете. Но не вот этот вот, который непонятно откуда, природа его не ясна, при всех определённых моментах, но не нужен этот страх. И вот сегодня, вот сейчас в этом видео, я хочу как раз именно начать со страхов. И будет ещё две мыслеформы, которые я выложу в группе WhatsApp, бесплатной, аудиозаписи мыслеформ, которые я выложу через два дня, потому что нужно будет сначала дать возможность проработать этим страхом, поделиться впечатлениями, может быть, будут какие-то корректирующие мыслеформы. И потом перейдём к следующим, которые будут наполнять нас энергией. Хочу спать, хочу есть и почему-то не нравлюсь себе. Что за ерунда? Мы же все божьи создания, такие красотки. В основном девочки у меня в группе. Если будут мальчики, с удовольствием, ни для кого нет никаких препятствий. Ну и сейчас я вам предлагаю подбор, то, что касается страхов. И от вас потребуется сесть поудобней и закрыть глаза и просто послушать меня. Прошу вас прослушать это. Можете сейчас поставить на паузу и прослушать попозже. Важно, чтобы вас никто не отвлекал. Это всего лишь 2-3 минуты потребуется. Итак, наш подбор будет состоять из трёх цветов. Это грецкий орех, красный каштан и репешок. Сейчас я вам прочту их значения, потому что очень важно, чтобы в вашем сознании это значение, чтобы чётко осознавались, чем будет идти работа. Грецкий орех. Для тех, кто испытывает психологические проблемы, связанные с переменами в жизни или хочет защищаться от влияния извне. Грецкий орех нужен этим людям тогда, когда порой у них возникает искушение свернуть с выбранного пути под влиянием других. Грецкий орех поможет также и тем, у кого период перемен уже остался позади, но им трудно пока приспособиться к новым условиям жизни. Положительное воздействие этого средства заключается в том, чтобы помочь человеку не потерять свою дорогу в жизни. И если вдруг он немного отступает в сторону, он не теряется совсем и приспосабливается к переменам. Красный каштан. Для тех, кто излишне обеспокоен благосостоянием и безопасностью других, особенно других членов семьи и близких людей, больше, чем своим собственным, цветки каштана красного помогают тогда, когда вполне естественное беспокойство за других людей переходит определенные границы, вызывая таким образом страх и постоянную тревогу. Положительное воздействие данного средства заключается в том, что к человеку возвращается естественное состояние беспокойности. Уверена, что у 90% женщин вот этот страх обеспокоенность за детей, за мужей, за сестер, за братьев, за родителей, это огромная часть жизни. И номер один, номера я вам не буду называть, репешок. Для людей, которые скрывают свои тревоги и страхи под маской веселого человека, уступают, чтобы избежать споров, уходят от мыслей о проблемах любым способом, в том числе через алкоголь, пригодится тогда, когда человек делает вид, что с ним все хорошо, но при этом глубоко страдает внутри. Положительное воздействие заключается в том, чтобы ослабить внутренние мучения и вернуть ощущение внутренней гармонии. После произнесения мысли формы я дам паузу и эфир закончу. Сейчас я вам хочу еще раз сказать, я вас приглашаю в нашу группу, где мы регулярно проводим такие мероприятия. Телефон в шапке профиля и буду рада видеть всех. Там вы можете задать вопросы, поделиться мнением. Пожалуйста, вступайте в группу. В конце концов, если вам не понравится, вы всегда можете из нее выйти. И сейчас закрывайте глазки. Я вам говорю уже до свидания после этой мысли формы. Просто останьтесь сами с собой. Буквально прочувствуйте свое состояние, что у вас происходит внутри. И буду вам очень благодарна, если вы захотите написать что-то о своих ощущениях, что вы почувствовали. Можете под этим видео, можете сразу в группе писать, можете написать мне в директ. Итак, поехали. Обращаясь к Творцу-Создателю, я есмь Татьяна. Прошу гармонизировать мое духовное и материальное, духовное и материальное всех, кто слушает и смотрит это видео, в соответствии с объединенным источником сил, энергии, информации и вибраций, цветков, грецкий орех, красный каштан, репешок, наивысшим, наилучшим образом для нас поистине Творца. И да будет так, ибо я есмь, кто я есмь. Безусловной верой, любовью, надеждой, благодарностью. Аминь. Аминь.